Приветствую всех, с вами Евген. В этом видео я хотел бы рассказать вам о теологии. Это уже второе мое видео на подобную тему, и в данный момент поводом служит День Открытой Твери, который был вчера. Очень он хорошо прошел, единственная проблема, не очень много было людей, мало кто пришел, но это уже наш недочет, не очень, мы себя как-то пропиарили, вот, поэтому мало просто кто знал о том, что такой День Открытой Твери проходил. Ну, в общем, не так важно теперь уже. Мне хотелось бы в этом видео кратко попытаться, по крайней мере, суммировать то, о чем мы говорили вчера более полутора часов, если мне не изменяет память, вот примерно так, и рассказать сначала о том вообще, что такое теология, потом о специфике теологии в нашем университете и о том, какие это возможности открывает перед человеком в будущее. Ну, начнем. Значит, сначала просто с термина теология. Теос – это Бог, а локус – это слово или наука. И хотелось бы сначала немножко дать вообще историю этого термина, откуда это проистекает. Термин богослов – теолог – использовался еще древними греками для описания поэтов, которые воспевали богов и их похождения. То есть, это был такой поэтический такой ранг, можно сказать. Потом это понятие трансформируется в христианскую эпоху, когда появляются богословы, когда появляются святые, так вот давайте скажем, которым дается такой титул. И первый святой человек, которого мы именуем богословом по праву, по жизни, по тому образу, я не знаю, действительно богообщения, которое у него имело место в жизни – это Иоанн Богослов. Из-под его пера вышли потрясающие сочинения, которыми зачитываются богословы и, в принципе, верующие люди всех времен. Иоанн – это самое возвышенное Евангелие, одно из четырех Евангелий. Евангелие от Иоанна, которое начинается всеми известными словами. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога. Оно было вначале у Бога, и без него ничто, и все им начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. И в нем была жизнь, и жизнь была, свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Потом его перу принадлежит два послания соборных, где, в частности, говорится о том, что Бог есть любовь. И апокалипсис тоже принадлежит его перу. Значит, второй человек, которому церковь присудила такое великое звание богослова – это Григорий Богослов, лучший друг Василия Великого, один из отцов-каппадокийцев, которые во многом сформировали триодологию, христологию, вот сформулировали очень такие четкие определения, которые необходимо было сформулировать в то время, чтобы противоборствовать ересям. То есть, тем мнением, которые с мнением церкви и с мнением апостолов изначально входили в крайнее противоречие. Так что нужно было ответить, почему, и рассказать, почему, собственно, эти мнения противоречат, на самом деле, тому, что написано в Священном Писании и тому, чем живет церковь. Значит, и у Григория Богослова есть даже слова, слова о богословии. То есть, слова – это его, как бы, речи, его выступления публичные, которые потом записывались и издавались в виде книг. И там он, в частности, говорит о том, что богослов – это тот, кто хорошо молится. А кто хорошо молится – тот богослов, и из этого мы можем вывести некое определение. Что такое молитва? Молитва – это общение с Богом. То есть, если человек с Богом на «ты», если он очистил свое сердце, и Бога созерцает по слову Христа, что блаженный чистый сердце мы бытие Бога узрит, получает от него откровения, и может не только их воспринять, но еще, и это как раз очень важно, передать их на понятном нам языке. То есть, изложить это все, весь свой богатый опыт общения с Творцом мира в каких-то таких сочинениях, которые человеческим языком, тем не менее, с предельной ясностью и четкостью отражают его подлинный духовный опыт. И третий человек, которому было присвоено это звание, он живет в X-XI веке – Симеон Новый Богослов. Он известен своими просто потрясающими, продирающими до глубины души гимнами, которые недавно были переведены митрополитом Иларионом Алфеевым на русский язык. Всем, кто интересуется, очень-очень советую почитать или послушать. Они, в том числе, и изданы, некоторые из них, в виде таких вот аудиофрагментов, начитанных и положенных на музыку. Очень-очень красиво, и одновременно с красотой там нереальная глубина богословия в таком подлинном смысле этого слова. Ну, когда мы говорим о таких людях, речь, конечно же, не идет о богословии в понимании академическом. То, что мы сейчас именуем теологией, как вот такой научной специальностью. Предмет этой области знаний – это вот как раз весь тот религиозный опыт накопленный. Но отличие богословия от религиоведения – это то, что богослов изучает этот опыт, будучи причастным к традиции, которую он изучает. Дело в том, что религия, так или иначе любая, затрагивает все органы чувств. Это не просто отвлеченная философия, это еще и практика. И практика религиозная зачастую неразрывно связана с богословской рефлексией, с богословием как таковым, как мыслью, которая изложена в памятниках. И богослов, он, будучи причастным к традиции не только на словах, но и на деле, может очень четко и грамотно оценивать то, что из себя представляет тот или иной памятник, вписанный в традицию. И зачастую эти памятники можно адекватно понять и протолковать, и вывести их смысл действительный через призму сегодняшнего момента, сегодняшнего дня, только если человек сам включен в эту традицию. Чего, в общем-то, религиоведы так или иначе в той или иной степени лишены. Ну, у них своя там задача, своя специфика, и ни в коем случае я не отрицаю ту пользу, которую приносит обществу религиовед, подходя к, в общем-то, сходным темам, но все-таки с немножко другой позицией и с другой методологией. Общая методология и вообще теология сходна с теми методами, которые используются в любой другой гуманитарной науке, будь то история, социология, политология, не знаю, искусствоведение и так далее. Ну, надеюсь, я более-менее осветил такой общий аспект, вообще, что такое теология. Теперь перейдем немножко к частностям и расскажу про специфику теологии в лингвистическом университете и почему это большой плюс, и почему наша специальность во многом является такой действительно уникальной. Дело в том, что в советский период по совершенно понятным причинам богословием не занимались. И наша русская богословская традиция забуксовала, она более-менее так сильно начала расти в 19 веке, но в 20 веке заглохла. Но в западных, в общем, в европейских странах, на Западе и в Америке тоже эта традиция продолжала развиваться, и там накоплены колоссальные знания. Колоссальные знания не переведены, естественно, на русский язык написаны, на современных европейских языках, и поэтому тот факт, что у нас, потому что теология в рамках лингвистического университета изучается, тот факт, что мы глубоко и фундаментально подходим к изучению европейских языков, так что наш выпускник действительно может и свободно общаться, и свободно читать в оригинале, в том числе и сложные научные богословские работы, это даёт совершенно иную степень свободы в обращении с материалами по специальности. И кроме современных языков изучаются ещё и древние латынь, греческий и церковнославянский язык. Ну, про греческий сначала расскажу. Он для теолога важен, в первую очередь тем, что на нём написано, конечно же, Новый Завет написан, и самый авторитетный, по крайней мере для святых отцов, текст Ветхого Завета, которым они в первую очередь пользовались. Они пользовались, конечно, к мессорецкому тексту, к еврейскому оригиналу они, несомненно, обращались, но наибольшим авторитетом для них обладала Сиптуагинта. Сиптуагинта – это перевод еврейского Ветхого Завета на греческий язык, на греческое кайне, который был выполнен где-то за 2-3 века до Рождества Христова. И там совершенно особо, очень интересная история того, как этот перевод делался. Ну, это вы сами можете в Википедии почитать, если наберёте Сиптуагинта. Я сейчас хотел бы сказать ещё не только о Библии, а о том, что огромный пласт святоотической литературы, в том числе огромный пласт непереведённых, но очень важных документов, написан на древнегреческом языке. Это просто колоссальная традиция, которая начинается с 1 века и существует вплоть до 16-го. Огромный пласт текстов святоотеческих, из которых, вот опять же повторю, далеко не всё проанализировано. Тут даже вообще смешно говорить о том, что всё может быть проанализировано, потому что это такой пласт литературы. И далеко не всё, естественно, переведено. Также ещё можно пару слов сказать о том, что у нас из страны, естественно, эмигрировала достаточно такая значительная тоже часть интеллигенции нашей после революции. И они, живя в западных странах, так или иначе тоже продолжали заниматься благословской наукой. Мы пользуемся их трудами. На русском языке они писали и на европейских языках в том числе. Поэтому, в общем, изучение европейских языков – это абсолютно минимальный джентльменский набор теолога в современном состоянии, вот в современной России. Могу также привести мою работу. Я занимаюсь преподобным Анастасием Синаидом. Это игумен Синайской горы. Кстати, вчера был день памяти Иоанна Лесточника. Это тоже игумен Синайской горы, который игуменствовал там несколько ранее преподобного Анастасии Синаида. Анастасия Синаид чуть-чуть попозже. Недавно был издан критический текст его «Шестоднева». Это толкование преподобного, которое приписывается преподобному Анастасию Синаиду. Может быть, это псевдо-эпиграф, но очень высока вероятность, что это именно преподобный Анастасий написал. Значит, вышел критический греческий текст этого сочинения. Сверяли огромное количество рукописей. И в итоге в 2007 году издали эту книгу и сделали на нее параллельный английский перевод. И по «Шестодневу» Анастасии Синаида на русском языке нет источников в принципе никаких. Именно по «Шестодневу». Ну, там какой-то самый минимум в трудах Иоанна Мейндорфа. Там он пару раз упоминается. Или там Александр Шумемон в таких общих обзорах патриотической традиции. Пару слов о нем сказано, о его «Шестодневе», но не более того. И сейчас для того, чтобы продолжать мне мою работу, нужно, естественно, читать греческий текст оригинальный, его сочинения, вот, смотря иногда в английский перевод, и читать статьи. Статьи по Анастасию Синаиду в основном на английском, на немецком и еще есть на французском языке. По этой или сродной тематике, в частности, поэтому мне мой научный руководитель сказал, это, конечно, неплохо и очень даже хорошо, что ты знаешь там английский и немецкий язык, но французский тебе тоже для твоей научной работы совершенно необходим, так что если ты собираешься серьезно дальше заниматься этой темой, то, пожалуйста, будь добр, начни изучать французский язык, что я и начал, и, в общем-то, мне это очень и очень нравится. Из предметов, которые изучаются на теологии помимо языков, также можно отметить несколько таких вводных курсов, которые изучаются в первом, во втором и в третьем семестре. Это совершенно большой пласт исторического знания. История древней церкви, история поместных церквей, но это, правда, немножко попозже. Изначально там история России проходится глубоко и повторяется. История древнего мира, тоже очень важный предмет. Потом история русской православной церкви, это, правда, тоже немножко попозже. Потом история Германии, потому что у нас очень важная часть немецкий язык. История средневековья, история новейшего времени, имеется в виду европейских стран этого периода. Также на первом курсе есть предмет православная культура, где человек вводится вообще в вот этот контекст православно-богословский. И, кроме того, есть совершенно замечательный предмет этика и аксиология в религии, который ведет отец Дионисий Лобов. И в свое время, когда я поступал на теологию, этот курс был для меня самым настоящим откровением. Потому что впервые я услышал такие подлинно христианские, святоотические ответы на самые сущностные жизненные вопросы. Начиная от того, что такое, не знаю, брак, отношения между людьми, что такое спасение, в чем смысл человеческой жизни с христианской точки зрения, и так далее, и так далее. То есть, этика и аксиология говорят название само за себя. Этика – это то, как христиане считают, надо жить, поступать, общаться со своими ближними. А аксиология – это наука о ценностях. То есть, что является в христианстве первостепенной ценностью, определяющей все остальное, что стоит на втором месте, что на третьем, что на десятом, на двадцатом и так далее. На более поздних курсах начинают изучаться уже такие предметы, как религиозная философия. Очень глубокий курс, который ведет Лего Виктор Петрович. Потом еще я бы отметил патрологию. Наследие святых отцов там изучается тоже фундаментально. Также литургическое богословие. История, кстати, забыл отметить, это первый курс. История иконосферы и церковного искусства. Тоже очень такой вот мощный, я бы сказал, курс, который дает базовые знания вот как раз в этой области. Этот курс снабжается очень богатым иллюстративным материалом. Так что человек, пройдя его, действительно хорошо в искусстве начинает разбираться, если он, конечно, следил за лекциями и все вовремя учил. И все самые основные работы христианские, которые можно встретить, поехав в любой крупный европейский город. Например, в тот же самый Рим. Я считаю, что в этом и заключается суть вообще гуманитарного образования и польза того же теологического образования. Человек приходит в любую там серьезную национальную галерею любой европейской страны и прекрасно понимает, что изображено на всех этих полотнах. Это, в общем, очень дорогого стоит. Так, ну еще, по поводу предметов, которые изучаются, конечно же, догматическое богословие, литургика, история архаических и нехристианских религий. Кстати, это тоже изучается на первом курсе про разные, ну, как явствует из названия, нехристианские религии. То есть, про язычество древнее, про индуизм, буддизм, синтаизм, конфуцианство, даосизм и прочее, прочее. Этот курс вызывает у студентов всегда, на самом деле, большой восторг и очень такой серьезный интерес. Также есть курс, посвященный сектанству, есть сравнительное богословие, где сравниваются различные христианские конфессии, есть профессиональный перевод христианских текстов, есть очень интересный курс профессиональной коммуникации по языкам, который, правда, оплачивается отдельно, он берется за дополнительную плату, и каждый студент вправе сам, естественно, решать, собственно, принимать решение, будет он брать эту дополнительную программу или нет, она, в принципе, необязательная, то есть, как бы, человек все равно получает полноценное образование, даже если ее не берет, но если он ее берет, то у него реально получается очень много пар по языку, и выходит очень хорошо подготовленный специалист, потому что, например, на первом курсе всякие проблемы биоэтики, например, проходятся на русском языке, а на третьем курсе те же самые проблемы биоэтики, не менее фундаментально, проходятся на третьем курсе, и на эти темы люди уже вполне могут общаться на хорошем достойном уровне на немецком и на английском языке, чтобы вы просто понимали масштаб вообще работы языковой, которая должна быть проделана студентами до третьего курса, чтобы потом они могли адекватно общаться на такие сложные темы, уже на языке непосредственно. Еще нельзя не отметить тот факт, что стабильно студент или целый ряд студентов несколько едут на четвертом курсе в Берлин на стажировку. Эта стажировка настолько расширяет горизонт и настолько она прекрасная. Я просто участвовал в этой программе и сам ездил в свое время в Берлин. И то впечатление, которое на меня произвел семестр учебы там, я не знаю даже, как это описать. Это просто неописуемо. И все люди, которые с этой стажировки приезжают, вот недавно приехало у нас три студента, которые там со стипендий причем жили. То есть со стипендий, что я имею в виду, вам не только оплачивается все обучение там, но и платится более 600 евро в месяц. И по личному опыту могу сказать, что у меня моя комната стоила 200 евро примерно в общежитии, ну или там 180-190 евро. Соответственно, у меня на личные какие-то такие расходы оставалось где-то там 450 примерно. И этой суммы мне вполне хватало, чтобы припеваючи жить в месяц на эту сумму в Берлине. И чтобы потом у меня еще некоторое количество денег осталось, которые я бы потом привез домой. Вот, так что даже в плане финансовом эта поездка просто вообще самый настоящий подарок судьбы. Но главная ее цель, конечно, это научная работа. Потому что учеба там интересная, там несколько иная программа. Это все-таки протестантская теология со своей спецификой. Но самое главное, зачем туда едут студенты, это работать в берлинских библиотеках, которые просто шикарные. Это, ну вот, все действительно, которые серьезно занимаются там научно-исследовательской работой студенты, они приезжают и захлёкнут так вот с радостью, переполняющей сердце, рассказывают о том, какие там удивительные библиотеки. И как там приятно и хорошо работать. И работа там получается действительно очень плодотворная. А почему нам берлинские библиотеки так важны? Потому что у нас, ну, опять же, да, это все наше советское наследие. Не интересовались богословской наукой совершенно, и поэтому в той же самой Ленинской библиотеке, вот, как бы она ни была замечательна во многих своих аспектах, там по богословию нету практически ничего. И поэтому для нашей работы нужно обязательно, вот, если я, например, сейчас в Москве нахожусь, благо есть интернет, и благо появились друзья в разных странах, там, в Америке, там, в том же самом Берлине, и всегда можно написать друзьям и сказать, так, слушай, ну, пожалуйста, отсканируй мне там, там, те-то, те-то страницы, то-то, то-то книги, вот, потому что я там интернете искал, и да, вот, это как раз по моей теме, это то, что мне помогло бы в моей научной работе. А у студентов, конечно, таких связей еще пока нет, не наработано. И чтобы такие связи наработать, они отправляются в Берлин, там они, конечно, знакомятся с местными студентами, с местными научными работниками, одновременно работают там в библиотеках, и могут все те книги, которые им нужны, достать, потому что выбор, который есть там, он, ну, совершенно не сопоставим с тем, что мы имеем здесь в России. Вот, ну, на этом, наверное, я буду потихонечку заканчивать свой рассказ о теологии. Надеюсь, что это было полезно и интересно, и надеюсь, что я в этом видео больше все-таки и подробнее раскрыл тему, чем в том, которое у меня было до этого, и которое я снимал уже что-то год там или два назад. Вот, так что такие дела. В общем, еще раз всех призываю подумать. Может быть, кто-то действительно хочет пойти на теологию. Специфическое очень направление, но безумно интересное. Безумно интересное, если вам все то, что я описал, нравится и вызывает такое трепет, такой трепет, вот, и желание все это дело изучить. Вот, если вас при этом не пугает то, что это может быть достаточно сложно, так сказать, challenging. И, конечно же, теология открывает колоссальный горизонт, даже в плане трудоустройства. Только здесь все, конечно, очень зависит лично от человека, как человек старался и пока учился. Потому что сама корочка по теологии на работодателя обычно не производит никакого впечатления. Очень многие работодатели просто не понимают, что это такое вообще. Вот. Но если они смотрят на личность вашу и видят реальное, а не только на бумажке, знание двух европейских языков, если они видят вашу общую образованность после собеседования с вами, то, что вы не просто там пробалбесничали эти четыре года, а действительно впитывали в сети огромные объемы информации, то они скажут, о, вот это да, вот, слушайте, это умный человек, нам такие, в общем-то, на работе очень нужны. И я вам гарантирую, если вы ответственно подходите к учебе, вас с руками на время возьмут везде. Есть у нас выпускники, которые работают в администрации президента, например. Есть выпускники, которые работают в крупных банках. Ну, я имею в виду из тех, кто не решил свою судьбу в дальнейшем именно с теологией связывать. Есть выпускники, которые преподают в вузах, в разных. Не только у нас остаются, преподают еще и в других местах. Очень многие преподают языки. Есть люди, которые уехали за границу, и там сейчас продолжают свое обучение. То есть, вот, на бакалавра теолога отучились, и решили поехать за границу доучиваться там. В общем, подумайте. Есть над чем поразмыслить. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. В общем-то, как вы видите, я более-менее на своем канале активен, хотя я не слишком часто выкладываю видео, но на вопросы все буду отвечать. И, кто знает, может быть, ваш вопрос вдохновит меня на то, что я буду чаще делать видео. И в них буду отвечать именно, ну, и говорить именно то, что вам интересно. Вот так вот. Ладно, прощаюсь. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok